всех приветствую с вами я веган христолюб у нас с вами сегодня такое вот видео семь светильников апокалипсиса в откровении символизирует 7 лет последних времен всех 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 событий которые описаны в книге откровения я состряпал такую страничку у на сайте христолюб.рф или христолюб.ру по-английски давайте немножко почитаем я сейчас накидаю свои мысли потом буду и более подробно разжевывать а на этой страничке будет вот это видео как раз который сейчас вы смотрите я естественно как запишу загружу сюда добавлю все ссылки всегда найдете в описании 7 светильников откровения символизирует 7 лет апокалипсиса это утверждение я позже буду объяснять 7 число собирательное обозначающие полноту всего эти послания относятся как ко всей церкви христовой так и каждому христианину в частности есть мнение что эти семь светильников надо читать параллельно семью печатями или семью трубящими ангелами или семью чашами гнева господня но это не так это утверждение ошибочным все эти семь светиль в этих семи светильниках мы можем увидеть краткое изложение семи лет апокалипсиса от садника на белом коне до грядущего христа книга откровения также символизирует собой и всю библию внутри которой послание семи церквям символизирует евангелие это такая вдохновительная наступ напутствующие напутственная или напутствующие речь как ко всей как ко всем событиям о которых будет говориться в этой книге до всех великих бедствиях последнем времени и что во время них надо делать христианам это я так накидал чуть-чуть в принципе я вот на эту страничку отдельно перенес все вторую третью главу книги откровения в семи о всех семи светильниках я вынужден и в принципе с радостью это сделал давайте сначала просто все прочтем лишним не будет ролики мои длинные куда деваться но зато кто-то их смотрит и возможно никогда этого оригинале не читал поэтому я вам их прочитаю и ангелу ефесской церкви напиши так говорит держащий 7 звезд в деснице своей ходящий посреди семи золотых светильников знаю дела твои тут труд твой терпение твоем это что ты не можешь сносить разратных испытал тех которые называют себя апостолами они не таковы и нашел что они лжецы ты много переносила имеешь терпение и для меня и для имени моего трудился и изнемогал но имею против тебя то что ты оставил первую любовь твою а если не так то скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его если не покаешься впрочем то в тебе хорошо что ты ненавидишь дела николаитов которые и я ненавижу имеющий уходы слышишь что дух говорит церквям побеждающим дам вкушать от древа жизни которая посреди рая божьего и ангелу с мирской церкви напиши так говорит первый последний который был мертв и вот жив знаю твои дела и скорбь и нищету впрочем ты богат и злословие от тех которые говорят о себе что они иудеи они не таковы но сборище сатанинская не бойся ничего что тебе надобно будет претерпеть вот дьявол будет вергать и среды вас тениться чтобы искусить вас и будете иметь скорбь дней 10 будь верен до смерти и дам тебе венец жизни имеющий ухо слышать да слышит что дух говорит церквям побеждающий не потерпит вреда от 2 смерти и ангелу пергамской церкви напиши им так говорит имеющий острый с обеих сторон меч знаю твои дела и что ты живешь там где престол сатаны и что содержишь имя мое и не отрекся от веры моей даже в те дни в которые у вас где живется над сатана умершлен верный свидетель мой антипа но умею немного против тебя потому что есть у тебя там держащиеся учения валаама который научил валака вести в соблазн сынов израилевых чтобы они ели доложертвенно и любодействовали так и у тебя есть держащиеся учения николаитов которые я ненавижу покайся а если не так скоро приду к тебе и сражусь с ним мечом уст моих имеющий ухо слышать да слышит что дух говорит церквям побеждающему дам вкушать сокровенную манну и дам ему белый камень и на камне написано новое имя которого никто не знает кроме того кто получает четвертое послание и ангелу фиатирской церкви напиши так говорит сын боже у которого очи как пламени огненные и ноги подобных лакаливану знаешь твои дела и любовь и служение и веру и терпение твое и то что ты последние дела твои больше первых но имею не немного против тебя потому что ты пропуск попускаешь жене и завели называешь называющий себя пророчицу учить и вводить в заблуждение рабов моих любодействовать и есть и доложертвенно я дал ей время покаяться в любодеянии и но она не покаялась вот я повергаю ее на одр и любодействующих с нею великую скорбь если не покаются в делах своих и детей ее поражу смертью и разумеет все церкви что я есть испытывающие сердца и внутренности и воздам каждому из вас по делам вашим вам же и прочим находящимся фиатире которые не держат этого не держит этого учения которые не знают так называемых глубин сатанинских сказывают что не наложу на вас иного бремени только то что имеете держите пока приду кто побеждает и соблюдает дела мои до конца тому дам власть над язычниками и будут пасти их жезлом железным как сосуды клиненные они сокрушаться как и я получил власть от отца моего и дам ему звезду утреннюю имеющий уход слышит да слышит что дух говорит церквям пятое послание и ангел сардийской церкви напиши так говорит имеющий 7 духов божьих и 7 звезд знаю твои дела ты носишь имя будто жив но ты мертв делайся бодрствующим и утверди остальных готовящихся умереть ибо я не нахожу чтобы дела твои были совершенно пред богом моим вспомни что ты принял и услышал и храни и покайся если же не будешь бодрствующим то я найду на тебя как вор и ты не узнаешь который час найду на тебя впрочем у тебя в сардисе есть несколько человек которые не осквернили одежда своих и будут ходить со мной в белых одеждах ибо они достойны побеждающий облечется в белой одежды и не изглажу имени его из книги жизни и исповедую его перед отцом моим и перед ангелами его имеющий ухода слышит что дух говорит церквям шестое послание и ангелу фиадель фиадельфийской церкви напишет так говорит святой истинный и имеющий ключ давидов который отвергает и никто не затворит затворяет и никто не отворит знаю твои дела вот я отворил перед тобой дверь и никто не может затворить ее ты немного имеешь силы сохранил слово моё и не отрёкся имени моего вот я сделаю что из сатанинского сборища из тех которые говорят о себе что они иудеи но не суть таковы а лгут вот я сделаю что они придут и поклонятся перед ногами твоими и познают что я возлюбил тебя и как ты сохранил слово терпение моего то я сохраню тебя отчаса искушений который придет на всю вселенную чтобы испытать живущих на земле вот гряду скоро держи что имеешь дабы кто не восхитил венца твоего побеждающего сделаю столпом в храме бога моего и он уже не увидит не выйдет вон и напишу на нем имя бога моего и имя города бога моего но в иерусалим и нисходящего с неба от бога моего имя мое новое имеющий уходы слышит что дух говорит церквям и шестое послание 7 и ангелу ладий киска церкви напиши так говорит аминь свидетель верный и истинный начало создания божьего знаю твои дела ты не холоден и горячую если бы ты был холоден и горячь но как ты тепл а не горячий не холоден то изверну тебя из уст моих ибо ты говоришь я богат разбогател и ни в чем не имею нужды а не знаешь что ты несчастен и жалок и нищ и слеп и нах советую тебе купить у меня золото огнем очищенное чтобы тебе обогатиться и белую одежду чтобы одеться и чтобы не видна была срамота ноготы твоей и глазной мазью помашь глаза твои чтобы видеть кого я люблю тех обличаю наказываю и так будь ревностен и покайся вот стою у двери и стучу если кто услышит голос мой и отворит дверь войду к нему и буду пировать с ним и он со мною побеждающим дам сесть со мной на престоле моем как и я победил и сел с отцом моим на престоле его имеющий ухо слышит да слышит что дух говорит церквям мы конечно же с вами в рамках сегодняшнего видео ни в коем случае не будем разбирать и очень узкие вот эти места это все делаю при последовательном чтении книг библии куда вас я приглашаю делаю это на канале христолюк чтение библии иных писаний здесь сегодня мы с вами постараемся увидеть общую мысль во первых заявленное название ролика она ему соответствует что 7 светильников апокалипсиса это семь лет книги откровения всех последних времен именно это я сегодня хочу показать но кое-что тоже все таки общей мыслями скажу во первых начнем с того то что я уже тезисами вам читал во первых я вам все прочитал что вас свет на слуху только что оживилась да и смотрите во первых первое всего что такое откровение откровение собой в принципе символизирует как я вам уже сегодня сказал это всю библию это всю историю человечества мы символ нее тоже так воспринимаем и 7 посланий церквям символизируют собой из этой библии как у нас есть евангелие это тоже важно понимать это такой краткой евангелие если мы возьмем евангелие то там наоборот в принципе о последних временах возьмите евангелие от матфея да то там все две главы из 28 посвящены но так последовательно и по сути является кто знает я уже не раз об этом говорил и показывал апокалиптическая речь иисуса христа в 24 25 главе от матфея ну и соответственно она есть в синаптических евангелиях марка и луки точно такие же места более сжато это есть и книга откровения только так скажем краткое изложение да и поэтому свою очередь наоборот книга откровения это является раскрытая речь иисуса христа апокалиптическая да а вот 7 посланий церквям это сжатое евангелие такое зеркальное отображение в обратную сторону как это обратное отражение да в другую прямо есть прямо пропорционально зависимости есть обратно пропорционально зависимость вот здесь обратно можно сказать такое обратное зеркало да вот это очень важно тоже понимать и по поводу того что есть утверждение что это семь светильников читаются параллельно вот семи печатями семи ангелами трубящимися и 7 чашень гнева я уже в тексте написал и вам произнес это что это 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 ошибочное мнение мировоззрение это абсолютно не так во первых я надеюсь уже видели мой ролик 7 лет апокалипсиса в событиях вот в схеме это ролик я вам сейчас покажу как выглядит секундочку надеюсь в это видео уже посмотрелись нет рекомендую посмотреть апокалипсис события 7 лет в схеме в такой вот да я вам сегодня еще раз естественно продемонстрирую то что ни в коем случае вот 7 светильников они никак не мог читаться параллельно во первых про потому что первое что сами трубы сами печати трубящие ангелы и чаши это не параллельные события эти события у нас с вами они последовательные от начала последних времен и до конца их то есть до второго пришествия иисуса христа да они дополняют друг другу то есть начинаются потом второе дополняется третье какой-то конечно конкретной точки в конкретной точке времени мы видим что они как бы все происходит но начинаются они открываться друг за другом это очень важно и поэтому никак мы их в один столбик поставить не можем до понимаете они двигаются во времени это очень важно всегда понимать никуда мы от этого не денемся и поэтому 7 по сути я почему вы знаете тут вот сюда можно как-то манипулировать или не уловить тонкую мысль которую я говорю да не зря я написал или что что и есть мнение что 7 светильников я пишу да и вам это говорю сейчас надо читать параллельно с семью печатями или семью трубящими ангелами или семью чашами гнева подразумевая то что есть теория что все это или мировоззрение что все это мы с вами выставляем вот в один столбик то есть 777 печати одновременно и 77 ангелов трубящих и 7 чаш гнева якобы это событие вот что есть первая цифра когда есть вторая и тут каждая у нас печать тут ангел трубящий а тут у нас чаши гнева второе опять то есть это грубо говоря вот сегодня возьмем на сегодня с вами 7 ноября 2022 года значит на сегодня одна печать открывается сегодня же откро один ангел трубит и сегодня же одна чаша гнева на царство антихриста изливается это полный бред об этом я естественно в этом ролике все показываю уже такая вот такая с орлиного взгляда вся книга откровения то что сами чаши гнева нет изливаются только на царство антихриста а книга откровения она не только о царстве антихриста она половина разделена пополам на до воцарение антихриста и уже все события после него это все очень важно понимать да и и сами трубы ангелы трубящиеся появляется только после того как снимается седьмая печать как открывается как снимается седьмая печать господом и богом нашим иисусом христом это очень важно понимать возможно даже что печать естественно свое действие продолжают это очень важно понимать даже во время ангелов трубящих но эти события дополняют они потом становятся они они из последовательных превращаются в параллельные во времени это очень важно понимать но они в любом случае знать заканчиваются на царстве антихриста почему потому что в царстве антихриста уже никаких войн не будет уже не будет рыжих коней где будут убивать друг друга люди уже все будет одно уже в этом царстве друг друга убивать не будет апостол павел так там и говорит во времена антихриста будут говорить мир и безопасность это очень важно понимать уже будут убивать только святых уже между друг другом там народы нации царство на царство как иисус говорил восстанет это все вот до воцарения антихриста после него никакой никаких войн уже не будет будет одни только гонения на святых людей ну как говорят репрессии до внутри одного государства вот что будет никаких войн уже не будет все войны будут в первом три тысячелетия очень важно понимать вот поэтому тоже надо понимать и еще даже даже если вы как это мне не верите просто прочитайте а где возьмите вот действительно как я вам прочел берете прям первое первый светильник да и читаете его параллельно с первой печатью или первые первым ангель трубящиеся или первой чаши гнева увидеть что ничего вообще вообще если вы только что на слух хоть как-то смогли воспринять то что я вам прочитал в оригинале вторую третью главу книги откровения я думаю что вы должны были заметить что все говорится о человеке вот все говорится о человеке почему такой краткой евангелие вообще в чем евангелие можете в одно предложение вместить его вмещу евангелие это учение иисуса христа о том что человек должен стать абсолютной любовью даже до врагов даже даже до дорасти даже до любви к врагам и в этой любви проявить свою любовь даже до смерти и смерти крестной ужасной любой мученической так далее вот в чем суть евангелия суть христианства суть христианства о том что бог есть любовь и мы все должны стать этой любовью. А эта любовь проявляется, как у Отца Небесного, и к праведным, и неправедным, и как у Иисуса, и к своим распинателям, и к судьям. Это очень важно понимать. Вот вся суть христианства. О чем все эти семь светильников? Вы обратили внимание? Несмотря на то, что в них как бы есть какие-то отличия, все эти семь посланий говорят лишь об одном. Покайся в злых своих делах, твори добро даже врагам, даже до смерти. Все. Все они обращены, естественно, к христианам. Это надо все просто очень понимать. Поэтому такое краткое Евангелие. Если мы с вами пытаемся их как-то к печатям притянуть, никак не получается. Во-первых, потому что они все одинаковые, а печать все-таки, печати, трубы, все-таки немножко разные события, там чаши гнева. Да и мы видим, что тут и о природе, вы помните, там и о животных как будут страдать, и о природе. Вот как будут гибнуть люди, там гибнут не от даже рук человеческих, а от тех же самых катаклизмов, да, от этих там, от бесов, мучаемые будут всякими болячками, язвами. Вы никак не сможете семь светильников совместить с этими печатями по одному, когда. Но при этом, я говорю, должны четко обратить внимание на мои тексты и понять, что я хочу сказать. Что есть мнение, что семь светильников надо читать параллельно с семью печатями или семью трубами, но там или семью ангелами трубящими или с чашами гнева. Вот если ты по одному читаешь, ну или грубо говоря, ты приняв ложную теорию в одну их все линию, как я уже нарисовал, выстроил и читаешь, что первое, там послание читается, и как раз ты тут же читаешь первую печать, первую трубу, первую чашу, это полный бред. А вот если ты читаешь, что все эти, все эти семь посланий вот так последовательно, на все события растягиваешь, на все семь лет, тогда это правильно, на все, так скажем, печати, трубы и чаши, то есть на все, не параллельных раскладов, а просто, что ты все послания применяешь ко всему вот этому периоду книги откровений, тогда да, то есть как бы ты читаешь их параллельно со всеми, да, но не вкладывая, что первое это в первую, то есть ты первые все чаши, первое послание, первую чашу и первую трубу трубящую и первую чашу гнева, ты все в одну коробочку сложил, так это одно, сюда все вторые сложил, второе послание, вторую печать, вторую чашу, это бред, ничего у вас не получится, вот, ничего интересного и никакие выводы это не сделаете. А вот то, что семь этих посланий символизируют, все вы увидите, если вы обратите внимание, специально всегда вот свои тексты снабжая какими-то картинками. Давайте мы уже теперь к этому подходим, к семи годам, то что я и хотел уже вам показать и убедить, да, заметьте, с чего начинается первое послание, ну первое послание к Ефесской церкви, ну или к первой сходить в церковь, как угодно, первое послание. И ангелу Ефесской, ну или первой церкви напиши. Я в своих текстах по-разному выделяю разные места, поэтому я делаю специально странички отдельно, чтобы здесь можно было одно выделить, при другой теме что-то другое. Я говорю, тут можно много во что вникать, разбираться, но сегодня у нас суть всего видео, это увидеть, что семь светильников свидетельствует о семи годах, что они символизируют и в них показана кратко вся книга откровений. То есть она такая краткое изложение, впереди предисловие ко всей книге откровения. Потому что сама книга откровения, вообще для чего теперь я вам сказал сегодня что такое Евангелие, а что такое книга откровения? Книга откровения, как я уже сказал в принципе, да, она раскрывает апокалиптическую речь Иисуса. Она для чего нам дана? Здесь мы многому Евангелия в семи этих посланиях все равно не научимся. Не зря у нас есть Евангелие, более подробная жизнь и учение Иисуса Христа. А как любить врагов? А что такое любить врагов? А какие конкретные вещи, поступки там делать? Да, мы все это видим. То книга откровений раскрывает нам, чего Иисус не делал, потому что как он говорил, вы если эти притчи не разумеете, как все разумеете? Он говорил, но придет, когда Дух Святой наставит вас на всякую истину и откроет будущее. Да, об этом мы тоже от Христа знаем. Вот когда нам было дано такое откровение в виде так называемой книги откровения апокалипсиса, что мы узнаем? Мы узнаем просто больше конкретных подробностей, времен, сроков и цифр. Чего нету в Евангелии, по крайней мере, в тех четырех Евангелиях, которые у нас дошли. Да и видно по речи Иисуса, что он не ставил себе задачу такую. То книга откровения дает нам, кто со мной ее читал, действительно, и вот это, кто схемой пользовался, изучил ее уже, тот понимает, как там все происходит, какие цифры там описаны, что там четвертая часть всех людей погибнет, треть всего живого, треть всех лицов сгорит, все в море, в океане погибнет в одно время. То есть нам все это с вами, вот эти цифры даны, что царство антихриста, проповедь двух пророков в Иерусалиме, гонение на церковь святых и ее скрывание в пустыне будет три с половиной года уже перед вторым пришествием. Мы все это с вами видим очень четко, там очень хорошие цифры, которые дают нам о многом понять. Конкретные катаклизмы, да, описаны более подробно, хоть где-то в образах и символах, да, все эти болячки, нам просто больше открыто. Вот и все, в этом ее смысл, чтобы когда мы будем видеть эти события сбывающиеся, просто понимали, что все, вот оно, время настало, да, это очень важно. Вот, а теперь если мы пойдем вот просто по выделенным местам, которые я вам для вас сделал, вот смотрите, первое послание, мы с вами видим, что те, которые называют себя апостолами, а они не таковы, но нашел, что они лжецы, ты оставил первую любовь твою. А ком первая, с кого все начинается? Ну, с хотите с апостолов, но и с хотите с Иисуса Христа, да, начальник он всего, да, потому что апостолы это ученики Иисуса. Ну, здесь это, так скажем, упущено, здесь уже как бы с апостолов, да, потому что все Евангелие стало распространяться благодаря ученикам Иисуса. Он совершил, а они уже потом учили и совершали то, что он их, чему учил, делом и словом, да. И что ты оставил первую любовь твою. Это очень важно. Почему люди докачатся до последних времен? Потому что люди оставили первую любовь. А какая это любовь? Любовь в любовь. Иоанн Богослов так и писал. Мы познали любовь Божью в том, что Он положил за нас душу свою. И познав это, увидев его, этот поступок, мы уверовали в кого? В него? Нет, он пишет в нее, в любовь. Уверовал, то есть я принял ее. Я принял, что Бог есть абсолютная любовь. Я уверовал в любовь, в то, что Бог есть любовь. Решил жить в такой любви. Павел так и писал. В последние времена люди будут ненавидеть просто друг друга. Что мы сейчас с вами и видим. То есть человеческий до этого не оставил первую любовь свою, а что? Влюбленность в любовь. Любой нормальный человек, читающий Евангелие, влюбляется именно в Бога Христа, в любовь, которой он и является, воплотившийся любовью. Который называет себя апостолами, а они не таковы. Но суть лжецы начинает все со слов. Основную массу народу всегда возделывают, взнуздывают. Это апостолы, проповедники, служители слова. Они стали кем? Лжецами, детьми дьявола. С них все начинается. Именно поэтому первая печать – это черный дух на белом коне, это волки в овечьей шкуре, это дьяволы в виде ангела светлого. Это все образы одного и того же понятия, одного и того же смысла и сущности. С этого все начинается. Я вам сразу, чтобы так показать, покажу. Заканчивается все седьмым посланием. Я думаю, вам всем известная картинка. Христос стучится в дверь. Седьмое послание. Извергну тебя из уст моих, но как ты тепло, не горяч, и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Это люди последнего времени. Абсолютно равнодушия. Вы знаете, нет ничего хуже равнодушия. Мы сейчас видим, какие события происходят. Основная масса ничего не делает. Ничего не делает. Небольшая масса поддерживает зло, небольшая масса ей противится. Основная масса теплоохладная. В последнее время это будет особо. Неважно, по какой причине они теплоохладные. Они, может быть, за или против, но боятся. Что высказаться за? Поддержать там партию войны, партию ненависти всего мироздания. Что, наоборот, кто против, боится выступить против зла. Мы видим, что это теплоохладность. Именно это и произойдет уже в конце времен. Извергну тебя из уст моих. Ты разбогател, говоришь, я богат. Разбогател и ни в чем не имею нужды. А не знаешь, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп и наг. Это как раз царство Антихриста. Они будут думать, что у них все хорошо, мир и безопасность. Мы в изобилии, все отлично. Не надо думать, что это будет ад такой на земле. Он ад будет для святых. Для грешников в царстве Антихриста все будет хорошо. Ну, внешне. Люди, которые отвергли себя, которым ничего не надо. Живут по закону палки и все их устраивают. Это очень важно. О ком речь-то? Вот об этом царстве Антихриста, который будет думать. И вот стою у двери и стучу. И кто услышит голос мой, творит, войду к нему и буду пировать с ним. И они со мной. Ну, о чем вот это отворю и стучу? Другими словами, гряду скоро. Отворю и стучу и гряду скоро. Это одни и те же события. Иисус в апокалиптической речи так и говорил. Когда увидите все то сбывающееся, знайте, что близко при дверях. Все. Вот он уже. Все. Открывается, он грядет. Это очень важно. То есть мы с вами... Книга Откровения. Я говорю, надеюсь, вы ее знаете. Этот ролик уже для тех, кто хоть что-то во что-то вникает. Ему просто нужно дошлифовать всякие вещи. Я обращу внимание с вами на какое. Цифра 7. У нее 3 до, 3 после. Она делится, естественно, чем пополам. Это четвертым посланием. То есть еще раз. У нас 7 светильников. 7 посланий. То есть у нас есть первое послание. У нас есть седьмое. 7 лет. Естественно, 7 лет разбиваются пополам. У нас есть с вами 3 послания до, 3 после. И вот оно, четвертое, являющееся серединкой. То есть 7 делится ровно пополам. Как гора. Восходишь. Высота. И нисходишь. Все. Есть центр. Четвертое послание. Оно середина. То есть мы с вами почитали первое. Вот они, апостолы. С них все начинается. Все начинается со слова. Вначале был логос. Была мысль. Мысль превращается в слово. Логос был у Бога. И логос был Бог. Слово. Мысль. Но мысль материализуется в слово. Либо потом в дело рук и ног. Заканчивается все вторым пришествием Иисуса Христа. А что посерединке? Семи лет. Посерединке воцарения Антихриста. Что же мы с вами читаем в послании Четвертой Церкви? Ангелу Феатирской Церкви напиши. Я все не буду зачитывать. Как вы все равно. Жирненький зачитаю. Но имей немного против тебя. Потому что ты попускаешь жене Изавель называть себя пророчицу. Учить и вводить в заблуждение рабов моих. Вводить в заблуждение рабов моих. Как Иисус сказал. Если возможно. То в последние времена. Будут пытаться соблазнить даже избранных. Рабов божих. Это избранные. Это христиане. Почему про Изавель? Кто все знает. Изавель это та. Которая там была. Наполнила землю. Израильскую пророками. Лжепророками. Там больше 400. Было штук. Вы помните всю эту историю с Ильей. Когда он один. Как говорит. Я остался. Да. Все заполонили лжепророками. И то было в изгнании. Потом он так скажем. Победил этих лжепророков. То есть это все. Это пик лжепророков. Пик лжеучителей. Пик всего вот этого. Все полностью будет. Вы помните чем. Закончится. Прельстят. Возможно. Избранных. Лжепророк. Будет главный. Конечно же. Будет лжепророк. У Антихриста. Ну и понятно. Он же не один будет. Этих лжепророков. Будет просто тьма тьмущая. И заметьте. Вот я повергаю ее на Одер. И любодействующий с ней в великую скорбь. Слово это встречается не так часто. В великую скорбью. Иисус. Несмотря на то, что кто-то называет всю книгу Откровений. И в принципе ее тоже можно конечно отчасти назвать великой скорбью. Потому что в принципе даже при печати. Вы помните. Когда тоже будет гонение описано. Тоже будет названо отчасти великой скорбью. От великой скорби пришедших. Но очень важно понимать. Что несмотря на это. На все. Иисус прямо называл великую скорбь. После воцарения Антихриста. Точно так же она названа событиями. И скорбями которых не было от начала времени. В книге Даниила. Даниил. Видение ему так и показано. Так ангел их говорит. Что те гонения. И те ужасы со святыми. Которые будут в последнее время твориться. Будут твориться именно после его. Когда этот воцарицей будет говорить слова. Гордый, богохульный. Воссядет на святом месте. Это там где будет мерзость запустения. Это очень важно понимать. То есть мы с вами видим. Что все по этой схемке совпадает. То есть вот она великая скорбь. Вот они лжепророки. Те кто из Авелью. Вавилонской блудницей. Которая она их и порождает. Эти лжепророков. Это ее дети. Чадо этой церкви. Вавилонской. То есть мы с вами видим. Как все это действительно соответствует. Конечно в этих семи церквях. Кстати еще видно и зеркало. Если вы обратите внимание. Что во второй церкви. В послании второй церкви. Так назовем. Ну я так буду выражаться. Второй. Хотя тут не какая-то тоже иерархия. В плане первая. Вторая. Третья. Выше. Просто последовательность. Никуда от нее мы не денемся. В смиртской церкви. Мы что читаем. Знаю что твои дела и скорбь и нищету от тех которые говорят себе что они иудеи. А они не таковы. Но сборище сатанинское. Не бойся ничего. И то же самое если мы зеркально от царства антихриста смотрим в разные стороны. Что это второе. Ну второе или оттуда. Что второе снизу. То есть шестое. Заметьте читаем то же самое. Вот я сделаю что из этого сборища сатанинского. То есть мы что во второй читаем. Что в шестой. Да зеркально если от семи. А от трех с половиной центра отложить. То и там и там сказано про сборище сатанинское. Сатанинское. Которые говорят себе что они иудеи. Но суть не таковы алгут. То я сделаю что они будут поклоняться перед ногами твоими. Я сохраню тебя от часа искушений. Ничего не бойся. Гряду уже скоро. Гряду скоро и вот стою. Одно дело идти к двери. Да. То есть еще раз обращаю ваше внимание. Что мы только что с вами когда седьмой читали. Стою у двери и стучу. Уже стоит. А в шестом написано гряду скоро. То есть подхожу к двери. Подхожу к двери или уже стучуют разные вещи. То есть вы с вами видите. Я просто вам хочу разные места показать. Поэтому на эту зеркальность показал. Можно было все последовать читать. Я просто вам хочу такие по своему подать немножко. Вот. И читаем третье. Это гонение. Умершлен верный свидетель мой Антипа. Вести в соблазн сынов Израилевых. То есть уже это вот то, что мы с вами в четвертое читали. Уже в заблуждении. Да. То в соблазна, то в соблуждении. Во-первых, немножко разные вещи. Но суть, конечно, на самом деле одна. Просто это, так скажем, накатывается. И читаем с вами пятое. Это ты носишь имя христианин, будто ты жив, но ты мертв. Я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны. Есть несколько человек, которые не сквернили одежды своих. Я вот этими картинками... Ну, и теперь давайте последовательно еще раз посмотрим. На самом деле ничего нового, я говорю, мы не увидим. Первое. Это, знаете, как вы помните, в апокалиптической речи Иисуса в Матфея 24-25. Ну, в частности, уже в 25 главе. Рассказывает о суде над христианами, в том числе в трех притчах. Первая притча это о ком? Об апостолах, об учителях, так называемых пресвитерах церкви. О служителях слова. Одним словом их можно назвать. О вашем покорном слуге, где он рассказывает, что дал в свое время раздавать хлеба нуждающимся. И кто не раздавал, а ел и пил, и бил тех, и ругался над теми, кому Бог ему верил, тот придет, хозяин дома, в час, который не знает, во время, в котором не ожидает, разрубит его пополам. Ну, а те, кто раздавали хлеб настоящий, небесный, Евангелие Иисуса Христа, о любви и ко всему Божьему творению, о свободе и вечной жизни, тем воздаст, естественно, по соответствующим делам. Дальше-то кто? Дальше, помните, Иисус рассказывает притчу о девах умных и неразумных. Ну, о ком эти девы умные и неразумные? Это о христианах, о всех. Потому что девы ждущих своих жениха, речь не о язычниках, не о грешниках, не о тех, кто к христианству себя не относит. Это, конечно, речь о христианах. Здесь то же самое. Вы читаете, конечно же, это одно дело было откровение сначала все-таки к иудеям, прежде всего, потому что в первые времена еще апостолы были сами из иудейской среды, сами были иудеями из иудейской среды, поэтому слова употребляются. Ну, конечно же, потом уже люди должны читать христиане, вообще читать Евангелие к себе, не важно, что оно написано, к Израилю. Мы есть с вами духовный Израиль, новый Израиль после евангельских всех событий. Конечно, здесь надо читать, если ты хочешь это к себе применить, чтобы попасть в Небесное Царство. Говорят о себе, что они христиане, а они не таковы. А суть сборища сатанинская. Конечно же, в основной в своей массе это все представители православных, католистских, протестантских сект, потому что так они и есть. Ничего не бойся, будь верен до смерти, потому что будут убивать вас, думать, что тем служит Богу. Здесь то же самое, если вы обратите внимание, что... Ну, здесь то же самое читаем, да? Вот я сделаю, что это сборища сатанинская, которые говорят, что они христиане, но не суть таковы, лжецы. Но ты не бойся, я сохраню тебя, ничего не бойся, я сохраню тебя от часа искушения. Вот гряду скоро. Четвертое, третье послание. Умершлен верный свидетель Муантипа. Уже свидетельствуют как, ну, прямо о гонениях, да? И пятый то же самое. Ты носишь имя, будь то ты жив, да? Только по имени христианин, но по сути ты мертвый. Я не нахожу, что дела твои совершенные. А что надо быть, чтобы быть совершенным? Это жертвенная, мученическая любовь даже к врагам. Но есть несколько человек, которые не осквернили себя от одежды своих. Поэтому, видите, я зеркально от воцарения откладываю туда и туда мученические. Здесь я просто, где вот эти с печатями на лбу и на руках, я просто разные картинки поставил. Потому что тоже есть слово поклоняться. Но смысл один тот же. Это вот эти вот псевдо-христиане, да? Вот. И вот несмотря на то, что я вам, смотрите, показал и зеркальность, и последовательность. Но на самом деле все эти семь посланий можно вот так вот в одно свести. Потому что суть их одна. Несмотря на то, что я где-то выделил якобы гонение. Я надеюсь, что если вы, когда меня слушали, не очень у вас уложилось, да? То когда вы сами прочитаете, вы увидите, что все эти послания, суть одной Евангелия. Их можно все до одного сжать. Просто разными словами, символами, образами. Суть одна. Суть одна Евангелия здесь. Что Бог есть любовь. Мы должны быть Его образом и подобием. Стать такими, как Он. А Он есть абсолютная любовь. Любовь даже к врагам и даже до смерти и смерти мученической. Ну, на кресте, отрубленной головой, застреленной пулей в лоб, дубинкой забитой. Не имеет никакого значения. И смерти мученической. Ну, просто, вы знаете, вновь за этим, говоря о Христе, апостолы выражались и смерти, и смерти крестной. Павел так писал, да? Ну, я перефразирую на более общий язык. Это жертвенная любовь даже до смерти и смерти мученической. Не важно, в каком варианте. Вы увидите, если вы после моих слов еще раз перечитаете эти семь посланий, вы убедитесь, что все они именно об этом. Что Евангелие, у тебя два пути тебе дает. Либо ты вот сборище сатанинское и называешься иудеем, а суть не таковой, да. Думай, что ты жив, но ты мертв. Либо ты настоящий христианин, дитё божье, дитя света, ты в белых одеждах. Ты настоящий христианин, а не только таков. Ты не лжец, а правдолюб. Вот либо ты такой и будешь ходить со Христом. Все, смысл семи посланий вы увидите об одном. И дух вы их поймете. Что это такое, почему я сказал, это такая напутствующая, вдохновительная речь перед всем книг откровений. Потому что потом в ней будет описано, по сути, там хоть будет тоже, помните, все то же самое. Будет и про белые одежды, рассказ про гонение. Ну, помимо гонения, я говорю, там и болячки, и катаклизмы, да. Это такая напутственная речь. То, что она в разных образах, вы помните, как Иисус говорит о Царстве Небесном. Несколько, несколько, там практически пять притч рассказал разных вообще, в разных образах. Прямо тут же последует. По крайней мере, так передают нам евангелисты, да. И вот так, и Царство Небесное, и вот на это похоже. И на это, в принципе, это одно и то же Царство Небесное. Но изобразить мы можем разными образами, с разной стороны его рассматривать. Мы хоть вот, я один человек, но все-таки я фас в профиль, под таким углом снизу, сверху, я немножко разный, да. Вот. Дом может быть один, а он какой разный, из каких многих разных деталей и вещей состоит. Это очень важно. Поэтому все эти послания семи церквям, они чем-то отличаются. Плюс тут кратко, как бы вся Библия, ой, все последние времена, как видите, раскрыты. От апостолов, от лжеапостолов, да. От лжеслужителей слова, да. Или служителей на лже-слово, лучше так выразиться. До, вот я уже стою и стучу, это все, вот при дверях, как Иисус сказал. Когда увидите все сбывающимся, той же самой речи. Иисус то же самое сказал, только другими словами, другим образом. Его вся апокалиптическая речь абсолютно последовательна. Это краткое изложение всей книги Откровений. Значит, я при дверях. Здесь то же самое, все стою и стучу. Я думаю, вы теперь убедились, что здесь имеет место последовательности, этим посланием заканчивается. А начинается именно с апостолов, с лжеапостолов, тех, кто оставили первую любовь. Любовь, любовь, любовь. Любовь, любви. Да, это очень важно. Будет все, что угодно вам, да, ради Родины убивать. Да, любовь она никому не причиняет зла. Вот так вот. Такие вот дела. В принципе, я вам, по-моему, все сказал. Сейчас я просмотрю, что тут у меня. Ну, в принципе, все я вам сказал, что хотел. Я надеюсь, я вас в этом в чем-то убедил, показал. По поводу, я говорю, всего этого, здесь ничего большего не сказано, что мы найдем в Евангелии. Ну, что может сказаться вот в семи посланиях, причем которые, я говорю, порой друг друга просто, можно сказать, тоже повторяют. Действительно, вот, уберите все вот эти события, которые мы, которые и так сейчас в книге Откровения более подробно прочтем после шестой главы, когда все начнет уже подробно описываться. Вы, если вот это все вычлените, во-первых, вы увидите, что из каждого мы можем вычленить, что тебе два пути предлагается. Иди по светлому, чтобы тебе не страдать. Все. Это все послания один как один под кальку. Ну, а будешь страдать, будь тверд до смерти. Во-первых, некоторые из вас будут от этого вообще ограждены. Кого-то я сберегу, охраню. Мы с вами видим во всей книге Откровения. Да и вообще с первых времен апостольских, с последователей учеников Иисуса Христа, кто-то заканчивал мученической смертью, но не все кончают, все по-разному заканчивают. Да, это неизвестно, как все это будет. У каждого, конечно, свой путь, хотя Иисус говорит, не бойся, будь верен даже до смерти, если тебе это предстоит. Что мы здесь большего с вами в семи посланиях? Я имею в виду, знаете, к тому, когда вот ковыряются в этих семи светильниках, что-то там пытаются такое высокого разуметь. Ничего там высокого, что тебе даст увидеть признаки, ведь вы помните, сама апокалиптическая речь Иисуса Христа и, в принципе, книга Откровений, которая является ее более детальным раскрытием. Это была ответная речь Иисуса, слова на вопрос учеников, апостолов, так называемых будущих, да, тех 12 избранных учеников. Что будет в последнее время, какой признак твоего второго пришествия? В этих посланиях мы ничего конкретного не видим. Опять все общие слова по поводу событий, хотя потом с 6 главы дальше все будет в книге Откровения раскрываться. А по поводу всех этих смертей, гонений. Ну, разве это не было, как Иисус говорил, не то, что даже с ним, а еще до него. Со всеми пророками и праведниками, которых все негодяи и злодеи вечно убивали, били, гнобили, сажали, в тюрьмы бросали, гнали. Что нового под небом происходит? Ничего. Разве с Иисусом Христом не то же самое сделали? А разве Иисус Христос не об этом нам предупреждал, что гнали меня, будут гнать и вас? Меня назвали вельзеволом, бесом. Вас будет, что во мне дух бесовский. Про вас будут говорить то же самое. Что блаженны вы, когда будут вас поносить, убивать и все это будет. Что кто идет за мной, не несет креста своего, не мой ученик. Поэтому, кто хочет идти за мной, отверни себя, возьми крест свой. А крест это жизнь, праведная святая жизнь, за которую ты будешь вечно поругаем, не понимаем, гоним даже в собственном доме, ибо враги домашние его. И будешь разделяться и с отцом, и с матерью, и с сыном, и с дочерью, и с свекровью, и со всеми на свете. Разве Иисус нас об этом не предупреждал? Разве мы из Евангелия этого не знаем? Из самой жизни Иисуса Христа, но из его учения, из его слов. Все мы с вами видим, разве с апостолами было что-то другое? Все то же самое. Может быть не со всеми, мы не все знаем, но основную линию мы видим. Поэтому ковыряться в этих семи посланиях, я говорю, они ничего нового. Да, книга Откровения, они нам не откроют. Да, сама книга Откровения уже с шестой главы, когда все эти печати открываются, снимаются. Мы видим с вами много интересного, почему мы можем полезного нам именно в такой, в реальной жизни, что нас будет нам открывать, что мы вот прям живем в последних временах. Это те цифры, я всегда на них показываю, обращаю внимание, что там описано. И те события, какие-то яркие события, два пророка там в Иерусалиме, ты их ни с чем не спутаешь. Да, вот такие вот вещи просто нам показывают, да, все-все-все-все-все вот это. Вот, это очень важно, очень понятно, да, там четвертая часть земли будет умершлена, потом третья часть. Эти все события просто яркие, показательные, мы с вами будем точно ощущать. А значит, близко при дверях Иисус идет. Вот, поэтому тут надо не путать и по поводу этих семи светильников не загоняться, не слушать всякие бредни кого-то, вот. Что-то там, я имею в виду, там бывает что-нибудь такое накрутит, да. Вот, нет ничего в этом абсолютно. Такие же вдохновляющие речи, как и мы в Евангелии с вами можем. Почитайте послания апостолов. Да, каждое их послание, потому что они практически все были написаны, естественно, это ранние христианские времена, Вы почти в каждом послании, Иакова, Петра, Иоанна, уж апостола Павла, благо их там много, да, они все все время, вплоть, они даже начинаются с этого некоторые. Посмотрите там, послание апостола Иакова, да, если хотите, я мог бы сейчас его прямо зачитать. Начните просто первую главу, просто прочитайте. Первая глава послания Иакова, чему она посвящена? Она посвящена, она посвящена прям тому, чтобы те, кто гоним, ибо настоящее христианство всегда гонимо, и его последовательны, чтобы эти люди, что они, не падали духом, а наоборот, себя настраивали. Вот и суть всех этих светильников, которые вы заметите, такое наставление, ободрение, подкрепление всех, кто будет, потому что, конечно, в последние времена особо, все святые, кто действительно свят, эти люди все равно будут светить и съед. Они не свою жизнь не будут подстраивать под лживый мир, дьявольский мир, куда будет катиться. Они будут выступать против неправды, обличать беззаконие, творить добро и светить, проповедовать это, да. Естественно, будут страдать. Может, даже не все кончат мученически, но в любом случае гонение – это уже страдание. Куда-то будут уезжать, менять место жительства, вести скудный образ жизни, порой даже, может быть, не имея элементарных вещей каких-то. Да, все это будет. Давайте я вам просто для примера прочту, и на этом мы с вами сегодняшнее видео закончим. Первое послание апостола Акова, первая глава. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленом, находящегося в растении, радоваться. С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные… Здесь сколовое искушение неправильно, здесь испытание надо бы поставить. Зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте. Заметьте, опять те же самые слова, без всякого недостатка. Все те же самые слова. Вы сейчас, если еще раз перечитаете послание, что «нахожу, что дела…» Да я вам даже сегодня уже обращал на это внимание, да, какое у нас шестое послание. «Нахожу, что дела твои несовершенны». Где мы с вами об этом читали? Вот, Пятый церквей. «Я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны». Надо стать совершенным, как Отец Небесный. Но есть несколько из вас, которые не сквернили одежды свои, то есть стали совершенными. Яков же здесь пишет «Гони мы церкви». Вы сейчас в этом, кто не читал, никогда убедитесь. «Если же у кого из вас есть недостаток мудрости, да просит у Бога, да еще всем, просто и без упреков, и дастся ему. Но допросит веру немало, не сомневаясь, потому что сомневаюсь, подойдет в морской волне, ветром поднимаем и развиваем». Здесь мудрость имеется в виду вот именно такой евангельско-христианской истины, мудрости истины, познания. Познание вот этого того, что надо стать совершенным. Что гонение, это не надо их там прям, да, мы их избегаем до какого-то времени. Но когда придется участие, надо принять их с поднятой головой. «Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа, человек с двоящимися мыслями, не тверд во всех путях своих. Да хвалится брат, униженный высотой своей, а богатый уничижением своим». Здесь иметь в виду, что будет гонение, будут разграблять, будут словесно унижать. Брат униженный будет хвалиться чем высотой своей, если будет в любви к врагам, не отвечать им злом на злом. А богатый унижением своим, когда будет разграблять и прочие вещи делать. «Как цвет на траве. Восходит солнце, настает зной, и зной ему сушает траву. Цвет ее опадет, исчезает красота вида ее. Так уведает и богатый в путях своих». Блажен человек, который переносит искушение, испытание. Искушение больше подразумевается внутренне. Ну понятно, что это тоже внутреннее, когда есть внешнее испытание. Я внутренне искушаюсь. Вот именно. Устаю я, как Иисус говорит, будь тверд, не бойся. Блажен человек, искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни. Вот заметьте, вы сейчас, если вот эту первую главу будете параллельно читать, вы все те же самые слова увидите. «Дам венец жизни». В принципе, я вам их прочитал. Я поэтому и прочитал вам сам, чтобы что-то у вас все-таки вспомнилось. Будучи испытан. В искушении никто не говорит «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом. И сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь, обращаясь собственной похудем. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Всякое изменение, всякое даяние доброе, всякий дар совершенный, не сходит свыше от Отца Света, у которого нет изменений, ни тени перемен. Восхотив, родила у нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его творения. Я говорю, кто понимает, кто чувствует это? Иаков прямо пишет о гонимой церкви. Поэтому все эти семь светильников точно так же. Я вам, знаете, что скажу? Когда действительно все эти времена настанут последние, вместо того чтения краткого, чтения Евангелия, действительно, там не знаешь, где Иисус. Какую для себя вдохновительную речь найти, действительно, когда мы с вами в последние времена попадем, и даже сейчас. Потому что если мы при дверях, в последнее время, сегодня у нас 7 ноября 2022 года, я утверждаю, что, да, походу, что мы вот тоже, как Иисус при дверях, то тут теперь мы пока при дверях уже, вот, по-моему, сейчас-сейчас, и дверь откроем, и в нее войдем или вляпаемся, я не знаю, как лучше выразиться, да. Лучше этих наставлений себе для вдохновения, для смелости, для твердости духа, вот, в прохождении всех этих испытаний, для говорения правды, для обличения беззаконий, для служения света и истины, и быть этими светильниками, это же, как я вам сказал, относится и ко всей церкви, и к каждому из нас. Каждый из нас этот светильник, и этот один, конкретно, феатирский, пергамский, феатирский, и все эти 7 светильников. Бог Альфа, Омега, первый и последний, начало и конец, Он и макро, и микро мир. Он все, и вся, и ничего тут же, да. Поэтому мы и все эти светильники, да, одновременно. И каждый из нас, и мы все, и это вся полнота церкви, и так далее. 7 это закончено, вот, неделя, все, закончилось. Вот и все. Поэтому это такие наставнические, назидательные, в последнее время, особенно, когда мы с вами перечитываем книгу Откровения, для чего нам это вначале? Чтобы вот у нас, чтобы мы просто не впали, как грешники будут впадать, как написано в книге Откровения, даже издыхать будут от страха, ожидающих событий, грядущих на Вселенную, от самой смерти, от ожидания смерти. Они даже от самого страха будут издыхать. Вот чтобы мы с вами не то, что издыхали от страха, а еще и светили, творили добро, обличали беззаконие, призывали к добру, защищали невинных, всех, да, вступали за них. Вот для нас эти с вами 7 посланий. Вот их назначение, вот их утешение, вот их наседание, вот для чего они нам нужны. Никакого там какого-то потаенного смысла или что-то гадание не ищите. Это действительно Евангелие такое краткое, такое, да. Если в Евангелии там тоже разные события, там прямо описана жизнь Иисуса Христа по плоти 2000 лет тому назад, поэтому ты просто будешь искать для себя. Да, он много притч рассказывал, тоже говорил, блаженны вы, можно на горную проповедь в заповеди блаженства прочитать, да, что блаженны вы будете, когда будет гнать, поносить, меня гнали, будет гнать и вас. Но это все по Евангелию рассыпано, потому что там есть много разных других вещей. Сама плотская жизнь Иисуса описана, да, кого-то исцелил, кого-то воскресил, кого-то освободил от беса. Когда у тебя на голову уже сыпятся, да, ядерные грибки или тут тебе менты в дом ломятся, да, или допрашивают тебя где-нибудь, сидишь в СИЗО, вы знаете, лучше этих семи наставлений мало что себе найдешь, вот действительно. Поэтому цель их, именно такая, духовная цель, их вот именно подкрепление христианина в моменты искушений, в моменты внешних испытаний, а внутреннего искушения. Чем больше вокруг тебя будет тьма сгущаться, бес в тебе будет, естественно, пытаться тебя искусить, чтобы ты соблазнился, чтобы ты отступил, чтобы ты сдался, чтобы ты струсил. Вот во время внешнего испытания надо не поддаться на внутренние искушения и быть твердым, и тогда и получим и камень собственным именем, и белые одежды, и будем в храме Божьем, ну все, что там разные образы нам в святильниках даны. Поэтому вот, вот запомните, надеюсь, я вам это прям донес и у вас это сложилось. Это самое лучшее назидание в последние времена, чтение для назидания, для подкрепления в вере, в надежде, в любви, чтобы творить любовь, надеяться, уповать. Вот, это вот самое лучшее. Вот они для чего сделаны. Вот их цель. И они же символизируют все эти семь лет и лишний раз нам доказывают, что продолжительность книги Откровения последних времен это семь лет. Вот такое вот видео. Надеюсь, оно вам полезно, назидательно и вдохновительно. Ну и все, о чем мы сегодня говорили, оно вам это принесло. И на этом все. Я с вами прощаюсь. До встречи в следующих роликах. Кому нравятся мои видео, обязательно ставьте лайки. Это помогает для продвижения видео на ютубе, чтобы люди узнавали истину. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Пишите ваши комментарии. Я все читаю. Задавайте вопросы, на какие имею возможности, желания. Я все отвечаю. И поделитесь этими роликами у себя на ресурсах, в социальных сетях, в личных сообщениях вашим друзьям, знакомым. Кому вы желаете блага. А желать блага надо, конечно, всем. Все тексты, все есть на моем сайте христолюб.ру или христолюб.рф по-русски. Там все найдете. Страничка, по которой сегодня была проповедь, найдете в описании к этому видео. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok